Господа, если вы давно планировали покупать новый автомобиль, то делать это, конечно, лучше через портал автоспот.ру Ну, я думаю, вы все прекрасно в курсе, потому что там собраны все предложения по действительно фактическому наличию автомобилей И самое главное уже с учетом всех скидок, акций и подарков Более того, теперь можно расшифровать, за счет чего у вас получается такая цена Для этого вы просто нажимаете на кнопку сниженная цена и видите, какая скидка сейчас вас ждет Допустим, если вы покупаете за наличную, делаете трейд-ин, вернее, сдаете в него машину или даже оформляете кредит Но если у вас уже есть автомобиль, то вам пригодится сайт Автоспорт для того, чтобы найти лучшие цены и скидки на плановое техническое обслуживание вашего автомобиля И записаться в удобный для вас автосервис онлайн Для этого нужно перейти в раздел сервис ЭТО Нажимаете кнопочку найти лучшую цену, далее выбираете марку модель модификации, какое ЭТО планируете И видите карту и цены на обслуживание у того или иного дилера, сравниваете цены, скидки и записываете сюда, кто вам понравится Во всем этом участвуют только официальные дилеры, поэтому вы ни в коем случае не потеряете гарантию на свой автомобиль Онлайн-запись сейчас актуальна для Москвы и Санкт-Петербурга Все необходимые ссылочки вы знаете будут в описании Господа, здравствуйте! Сегодня у нас крайне необычная движуха, потому что мы наблюдаем тот аппарат, который на самом деле наблюдать обычно вы можете только в музее Понятно, что это Ford T, это одна из самых массовых машин, которые выпускались когда-либо, вот еще тогда в начале века Потому что миллионные тиражи Первый автомобиль, который реально очень жестко выпускался на конвейере, который создан для того, чтобы выпускаться на конвейере Сэр Генри уже тогда хотел, чтобы на этой машине ездили в принципе обычные люди То есть это не какой-то лакшери, как до этого, который выпускался в начале века, где были всякие там, ну всякие вот эти вот самые модные бренды Типа там, Мерседес, Студебекер и прочая вот эта чепушня, которая стоила больших денег и автомобиль был предметом роскоши Начало века в Америке, это начало массового производства автомобилей для заводчан, для рабочих, для нормальных людей Но всегда эти машины просто стоят Представьте, если она закончила производиться в 1928 году, то ей должно быть в лучшем случае соточка, почти И это один из поздних, это вроде как 25 или 26, 1925 или 1926 год, то есть ему типа там 95 лет якобы Но эксклюзивность этого автомобиля заключается в том, что он еще и работает по сей день То есть он находится на киностудии Ленфильм и принимает участие в съемках, в том числе и в наших сегодняшних То есть это тот редкий случай, когда машина в оригинале и на ней можно сесть и проехать То есть реально физически и сейчас я могу сесть и проехать на машине, которой 95 лет Да, она уже, как вы видите на себе, не несет номеров, она недоступна к эксплуатации на дорогах общего пользования Вы позже поймете, что это не препон с точки зрения закона, это просто здравый смысл И ездить на ней по дорогам, ну действительно, вряд ли получится безопасно Но тем не менее она, как историческая ценность, может передвигаться здесь, в сельской местности, где дорог нет и мы ничего не нарушаем И сегодня мы с вами обязательно попробуем ей порулить, но это будет совсем непросто И вы знаете, если бы пару лет назад я не снимал полуторку, наверное, для меня было под диким шоком все то, что я сейчас вижу Но поскольку полуторка была сделана из, собственно, фордовского же грузовика, который назывался Форд А А полуторка уже, по-моему, называлась ГАЗ А, позже А и так далее То есть мы все понимаем, откуда пошел вначале, в итоге, отечественный автопром Соответственно, и Форд Т он построен по очень похожей архитектуре Корни растут все оттуда же с начала века Поэтому, конечно, многие элементы этого автомобиля для меня понятны Например, так, что спереди нет тормозов Так, это я уже видел раньше на полуторке Если мы сейчас откроем капот, мы увидим очень похожий на полуторку двигатель Потому что общие принципы построения этих машин, они все оттуда Но первично сам Форд все эти принципы построения машины брал откуда? Оттуда, что ездит на лошадях То есть это все немного действительно каретообразное Потому что до карет, что-то, до автомобилей вернее, что-то похожее, то что ездит Хотя бы с такими скоростями, это были непосредственно кареты После них уже были так называемые самобеглые экипажи Это когда к карете прикручивается двигатель вместо лошадей И он, собственно, едет Это практически та же карета, только с мотором сзади И потом уже пошли вот эти прототипы автомобилей Ну, это уже, вернее, сам автомобиль Он не сильно отличается от его прототипов Поэтому, действительно, мы наблюдаем вот такой кузов На котором сверху тент У моряков это называется, по-моему, ходовой тент То есть это та палаточка, на которой можно, в принципе, двигаться со какой-то скоростью Это, естественно, все складывается Превращается все в такое подобие лодки Тогда это было нормально Также еще был кузов Родстер Родстер от этого отличается тем, что, ну, вообще изначально, что такое Родстер Это машина, у которой нет дверей Вы в нее залезаете только сверху И все То есть был еще такой вариант Все это приводится в движение 22-сильным мотором Тормоза у нас сзади такие, что упаси Господь Газ у нас управляется рукой А вперед и назад вы выбираете, куда ехать Не включением нужной передачи, а выбором нужной педали То есть педали у вас три Педаль вперед Педаль назад Тормоз Газ на правой руке Это чуть сложнее, чем с Rolls-Royce, который мы снимали вчера В котором тоже было сложно разобраться И все это передвигалось по городу в огромных количествах Колеса на деревянных дисках И колеса имеют маркировку 30 на 3,5 Это американская маркировка, которая означает, что 30 это 30 дюймов общий размер колеса У Нивы штатные колеса, если не ошибаюсь, 28 У меня на Wrangler 35 Вот именно оттуда и пошла вся эта маркировка Вы спрашиваете, что значит, многие говорят, что значит в Новопроуде 33 колеса, 35 колеса Это общая высота колеса Здесь она равна 30 дюймам Представьте себе 3,5 дюйма это, естественно, его ширина То есть мы видим, что колеса очень узкие Это все оригинальное, это все заводское Это все можно сегодня купить Еще также были 26 колеса, но это уже совсем другая история А самое главное, как мне только что подсказали, я этого честно не знал Изначально вот этой двери не было Потому что залезать в эту машину нужно справа И посадочная дверь даже для водителя является правой А вот это сделали уже позже Видимо в рестайлинге, которого тогда еще не существовало Но по нашим меркам он уже был Понятие логики в соображении вообще компоновки этого двигателя Оно плохо применимо, потому что тогда все было по-другому Плюс все-таки это Ford T Он стоит немножко особнячком Здесь многое оптимизировано под то, что он собирался на конвейер Я думаю, все вы прекрасно знаете эту пословицу Что Ford T может быть любого цвета При условии, что он черным И черным он был только потому, что это был японский лак Который очень быстро сох На тот момент это был единственный вариант И он успевал сохнуть от одного этапа конвейера до другого Таким образом машина могла выпускаться быстро И конвейер постоянно молотил В противном случае они подвисали на покраске Поэтому если вы видите Ford T других цветов Это или самые ранние экземпляры, или уже небольшой колхоз Далее, здесь во главе угла, естественно, стоит простота Не путать с простатой, кстати, это очень важно Здесь одна поперечная рессора спереди Здесь нет пружин на каждое колесо Одна поперечная рессора сзади Что делает машину простой и дешевого в изготовлении Хотя есть легенда, что у конкурентов в то время уже были машины гораздо более оснащенные И стоили вот настолько дороже Но покупали все почему-то именно это Есть приборы Из прибора в салоне амперметр Больше нет ничего Есть температура двигателя Температура охлаждающей жидкости, вернее Которая стоит вот здесь Вот эта шкала показывает вам, сколько градусов сейчас в радиаторе Сам радиатор вот здесь Это физический радиатор У него нет фальш-решетки И то, что вот тот дизайн, который мы видим сегодня в автомобилях Вот он Вот он радиатор Вот так это выглядело на самом деле Очень горная надпись Ford сделана в США Makes America Great Again Окей Еще есть один прибор, который сейчас спрятан Это уровень топлива Который непосредственно вот здесь в виде стрелочки На этом, господа, наши приборы заканчиваются Но даже их можно было контролировать Потому что в этом градуснике сзади есть прорезь И когда столбик термометра поднимался Вы видели на вылет, что здесь что-то замелькало красненькое И пора или к дому, или останавливаться прямо сейчас Все это было сделано, потому что, во-первых, другого ничего не было А чтобы это другое реализовать Это стоило диких денег Что было недопустимо в таком массовом автомобиле Предназначенном для простых рабочих Отдельный прикол в подкапотке Я вам сейчас расскажу Не надо объяснять даже про двигатель Самое важное здесь, что ремень вентилятора Это реально ремень Он реально тряпочный И это все-таки ремень А стартер, который здесь стоит Нужно было докупать за отдельную плату Прикольно, да? Сейчас, прикинь, покупаешь свою любимую 318-ю базовую на штампах А там стартера нет Потому что базовый вам был доступен только кривой стартер А то, что здесь стоит уже электронно За это нужно было платить бабки Это было нужно для того, чтобы как раз уронить цену Все то же самое, как сегодня Это долбанный маркетинг Нужно было уронить цену базовой комплектации Чтобы Ford T оказался одним из самых дешевых Но это все было, естественно, через больт Сними из него колеса, он бы стал вообще самым дешевым Но, тем не менее, это покупали И стартер потом очень хорошо шел Как дополнительное оборудование И докупался уже людьми отдельно Карбюратор стоит внизу впускного То есть карбюратор стоит на уровне практически поддона с маслом Он такого испарительного типа Поэтому, если эта машина чуть постояла, она уже фиг заведется Что нужно сделать? Выкрутить свечку Даже прицом бахнуть бенз Закрутить свечку И завестись Потому что только тогда бензин попадет во впуск В противном случае он будет дальше плескаться там внизу в карбюраторе И ему будет глубоко положить на ваши трудности с запуском Когда мы снимали двигатель Так Двигатель и коробка передач Общий картер это не снять Угу По отдельности Угу То есть все целиком вниз Свадьба, да? Ну, развод вернее Не хочется Так Мы сняли морду, стали вытаскивать Не вылезать некими силами Так Генри у меня вертелся в гробу Как я не знаю что Потому что подзвонили Угу И потом уже наконец вычтили А оказывается Для того, чтобы снять двигатель Надо снять кузов Потому что там всего 6 болтов Кузов с рамы С рамы Лендровер, я знал, что красавчики Они учились у лучших Вот первое Да, 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 да Вот где сатана Сейчас мы вернутся в прошлое Там постоянное обслуживание Коробки передач идет Вот с этими накладочками И через маленькое окошко Через это Ты можешь только отрегулировать Угу Но вот объективно Из вашего опыта Сколько эта машина Может просто проездить Без обслуживания? Ну, во-первых Очень сложно сказать Поскольку съемки Это совсем другое Угу Режим жесткий Дальше некуда Тронулся, остановился Да, да, да Остановился На исходном Ну, болваны еще за руль Всякие, Саня Пробеги довольно короткие Но вообще Как бы считалось Что это порядка Пятисот километров И ты уже начинаешь Подтягивать Ленты тормозные То есть раз в неделю Нужно было Хотя вряд ли В те времена Сотку в день-то проезжали Наверное Ну, я думаю Что машина В первую очередь Была создана для фермеров Угу У них пробеги были большие И по грунтовкам причем Я думаю, что недельки на две Им хватало Угу Потом они смотрели Ну, однако Если он шел На постоянной скорости Так На большом ходу Так, так, так Никаких проблем не возникает Потому что ровная нагрузка Да Ничего, по сути Все вотнуто Все стабильно Угу То есть на дальняк Да При этом его конкуренты Уже были более-менее живучие Да, да, вполне Студебекер вообще Дико живучая фирма И, пожалуй Одна из самых прогрессивных Студебекер, наверное, стоял денег Все-таки Это бренд Уже даже тогда Тем не менее В своих классах Тоже выпускали разные машины Студебекер 4 Студебекер 6 Студебекер Ну, по количеству целей То есть очень здорово Если бы наши Заранее взяли за основу Не форта А, скажем Если мы говорим Про полуторку А что-то все-таки другое Тут опять же Культура производства В Советском Союзе Была такова Что Нам Что-то серьезное Потянуть было Очень тяжело То есть это все Чиниться, в принципе Парой ключей Ну, в общем, да Но каждый Есть как бы заморочки Есть неудобные места Подобраться где-то Неудобно Вещь не сильно Скажем так Надежно Но, тем не менее В дальнобой На нем ходить Я думаю Было нормально А вот как они В городе С ним справлялись Зато сколько фотографий Где он пополам сложив Да, да, да Этого много Да, да, да Начало вот это всего Причем у конкурентов Уже вроде нормальные Педали были А не как здесь А, собственно говоря Нормальные педали Были раньше Да, гораздо То есть это какое-то Именно вот Форт Тешное Да, форт Т Во-первых, он вот эту коробку Прямо изобрел Угу Потом у него задача стояла У него дилер Выдавал права Да ладно Можно было купить В один день Права с машиной Так сейчас многие делают До сих пор Я знаю это Полчаса Полчасовая инструкция Полчаса То есть можно было Как туристу Выгрузиться в Америке Зайти к дилеру Купить машину Права И поехать По вот этому Рутс Иск-и-с-и-кс И все Можно было у другого Дилера ее тут же Продать Трейд-ин Трейд-ин Это тоже его изобретение Дилерская сеть Была очень распространенная Где был полный набор Да, да, да Все можно было Чиниться без проблем То есть он зарабатывал Не столько Как и теперь Все Возвращается на круги Своя Так и было Удивительная история Спасибо Не за что Спасибо Ладно, работайте дальше Да Что еще интересно Вот здесь спереди У нас есть вот эта масленочка Которая здесь располагается Не просто так Я изначально Когда открыл капот Был уверен Что это просто воронка Чтобы удобнее было Заливать масло Допустим сверху Однако Во-первых Самое масло Заливной горловины Вот так вот Сходу не обнаружить Во-вторых Эта масленка Предназначена Чтобы промасливать В этой машине Вообще все По современным меркам Этот двигатель Работает на масле М8 Связано это еще с тем Что здесь бобитовые вкладыши Это уже только Алды совсем поймут Я бобитовые вкладыши До этого увидел Только на Опель Кадет Это середина 30-х годов Там вот такая штука была По-моему На Победе Не помню На Победе Были бобиты Не вот Сейчас могу соврать Короче Бобитовые вкладыши Я еще прям помню Они истираются От любого Более-менее Жидкого масла Оно их просто вымывает Поэтому здесь нужно Что-то очень густое Плюс Вы эту же масленку Брали И промасливали ей Рулевое Подвеску Задние Ступицы Все соединения Карданные Где только можно На валу На крестовинах Там практически Везде есть масленочки Они вот здесь Вот так можно открутить Вот оно Прямо откручивается Вот это берется И туда прям заливается Вот видите Оно как все Все или набивное Или смазывается Вот вторая Даже здесь есть масленка То есть вы видите Все это можно открутить Блин Главное прикрутить обратно Все же в оригинале Все отлично Здесь еще масленка На рулевом То есть кардан Там все сочленения Они все промасливаются Это все на самом деле Дико удивительно И все это требуется Промасливать На самом деле Или после каждого дождя Или раз в 100-200 километров Тут мы обращаемся К боярам Потому что все любители ГАЗ-24 Волги ГАЗ-21 Делали абсолютно то же самое Только там были уже Товотницы, пистолеты И смазка была консистентная Здесь все еще заливалось Прямо тем же самым маслом Что и в двигатель Что и в коробке Все технические жидкости Были подвержены Строгому вот этому условию Что оно должно быть Одинаковое Одно и лица Везде в ведрами Также отсюда Оно везде в ведрами Соответственно и текло Потому что сальники Были набивные Все было картонно Тряпичное Старое То что долго Никогда не ходило И вообще Как нам сейчас рассказали Форте Надежностью не отличался Никогда И по сути Это дитя Во-первых Инженерии И во-вторых Маркетинга Или наоборот Тут до сих пор идут споры Что здесь было первично Все-таки бабки Или действительной инженерии Итак, господа Чтобы вы понимали Насколько автомобиль Все-таки узкий При том, что у него Широко выступают пороги И у нас колеса Вне базы Практически автомобили стоят Open wheels Если бы еще сняли Крылья Были бы вообще здорово Вот, смотрите Сидит два человека Два человека Причем телосложение Такого Хрупкого Я бы сказал На мой взгляд То есть Если бы здесь сидели Два американца Наверное бы ничего не вышло А есть информация По американцам Начала 20 века Как-то помещались Как-то помещались Ну, жизнь заставит Выкрутишься Я думаю Они действовали По этой же логике Значит, у нас есть Некий набор Процедур Которые нужно совершить Перед тем, как автомобиль заводить Газ у нас Напоминаю вам Еще в начале видео Я это говорил На правой руке Вот здесь То есть вы едете Вот, видимо, так держите руль И пальчиком его Скорее всего Волан дойти Под левой рукой У нас находится Механический угол Опережения зажигания Выставляется То есть там трамблер Через тягу Туда, как я вам Опять же ранее показывал Уже двигается Педаль у нас Под левой ногой Это, если мы нажимаем Крайнюю левую педаль Ехать вперед Среднюю педаль Левой ногой Мы нажимаем Ехать назад И под правой ногой Одна педаль Это тормоз Они все Причем подписаны Для этого буквами То есть, видимо, читать Те годы в Америке Уже умели Так же хорошо, как и ездить Есть еще также ручник Он находится здесь Под левым коленом Поэтому, как я вам говорил В начале, опять же Этой двери не было Потому что залезать В нее крайне неудобно Из-за этого же самого Рычага ручника Который, видимо Не было никакой возможности Никуда перенести Хотя все остальные По-моему Все-таки переносили Суть в том Что он завязан На нейтральную передачу Ручник И автоматически Когда его выдергивать Втыкается нейтраль И автоматически При переведении вперед У вас все-таки Втыкается какая-то передача Вперед При вытянутом ручнике Ничего не произойдет При вытянутом Не произойдет Ага А вторая передача Как включается? Вторая передача До конца Отпускается рычаг Вот так же Как и Первая И отпускаем Левую педаль Все, оно поехало Левую отпустить надо? Полностью Нет, в смысле Она же Наоборот Сюда что ли поднять? Она поднимется сама Когда вы туда Отвратите И обратите А, у него два положения Рычаг есть Вот у вас вертикально Смотрите, где педаль Да-да-да-да-да Теперь, если вы Отпустите Она уйдет Никит, ты запомнил? Правильно Практически никто Не запомнил Мне кажется Поэтому будем использовать Первую передачу Можно? Шикарный план Мне вот это нравится Когда не надо никуда гнать И на первой передаче Мы можем развить Какие-нибудь безумные 50 км в час 50 нельзя Не получится? Двигатель же пойдет в разнос То, что надо Не сегодня, да? Ну, теоретически Поживет Хорошо Значит, мы ставим сейчас Ручник в положение верхнее Вот просто вертикальное Грубо говоря Да-да-да-да Чтобы он просто стоял вертикально Заводить можно И выжив на себя Полностью ручной тормоз Она все равно на нейтрале Угу Хорошо Но мы Лучше как это делать? Без разницы Без разницы Хорошо Мы сразу уже включим первую Сняли с ручника тут же Ключик мы поворачиваем Мы не включаем пока первую передачу Мы сначала заведемся на нейтрале Да, что включить первую передачу Мне нужно нажать педаль В моей логике Все по-другому Извините Я просто действую так То есть сейчас При том, что первая передача На рычаге вотнута Фактически она не вотнута Потому что еще не выжатая педаль Да Дальше вилка пойдет Это очень сложно Серьезно И переведет у нас барабан Сэр Генри Где бы вы сейчас ни были Спасибо вам за эту потрясающую схему Мы все очень счастливы Ключ у нас имеет положение Лево Два положения И направо Два положения По одному Налево-направо То есть он А, а под ключом еще есть вот такая штука Которая отвечает уже за свет Так То есть мы сейчас ключ поворачиваем Налево Налево Вот сюда В батарейный режим И после этого Можем пытаться Пяткой левой ноги Нажать педаль стартера Или правой Который удобнее При этом у нас должен быть Угол опережения Где-то вот на этой рисочке Как вы мне показали А газ Что-то типа Ну по ситуации Вроде все просто Ребят Справится каждый Достаточно просто загуглить Угол мой Выставили Игла поворота Угол поворота Иглы Карбюратора Да Я просто буду говорить Да Можно Это значит Что я понимаю Но на самом деле Не очень О И мы сразу поехали Потому что Все Тормоз я нажал Тормоз правый Вперед Ехать левой Чуть прогреться Наверное Надо ему дать То есть газовать Смотрите Я могу вот так Как видите Реакция на Рычаг газа Она немножко запоздавшая Но нам Сыпка газовать И не надо Вплоть до холостых Да Я могу выставить И он даже Будет работать На таких холостых Но мотор уже капиталился Правильно я понимаю Да Удивительно Уголок мы больше не меняем Вот он сейчас стоит Как мы его завели Мы теперь можем поставить Вранье зажигание Бензин Транжевый Ага С присадочкой И чуть-чуть добавили О Соответственно Реакция пошла на педаль Класс Теперь мы должны Одновременно Левой ногой Нажимать Педаль вперед Педаль Или как она Педаль Педаль чего Как она вообще называется Кранк Педаль управления Коробки Педаль кран Отлично И при этом же Еще подгазовывать Чтобы он соответственно Не заглох И при этом Мы едем Так До конца И сразу Чтобы не буксовало И теперь газом Мы едем под горку Я могу газ Чуть-чуть убрать Да И он даже тормозит двигателем Это потрясающе И если я сейчас педаль Просто эту отпущу То он на холостых Начнет разгоняться Потом я педаль нажимаю И он тормозит То есть надо постоянно Ехать с нажатой педалью Исключая Ну Вторая передача Получается Только да Да у нас У нас первая передача Никак правильно Называли малый ход Малый ход И на нем Нужно всегда Чтобы нога Причем нажимать Надо нормально Так Я бы не сказал Что это легко То есть так нога Моментально затечет Газу 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 Вытянем Вытянем Смотрите как И мы сможем повернуть налево Потрясающе При этом я могу Вот теперь все Газ отпустил рукой Я должен сам себе Вы извините Я буду сам себе Говорить что делать Потому что Это не совсем очевидно При этом левая Всегда должна быть Нога в полу Левая в полу Это реально Пока не задержите Да да Потом уже придется Отпускать Потому что Вот у меня левая устала Я ее отпустил И все И это нейтраль Получается Шок Теперь мы должны И вот так вот Повернули налево И допустим Мне дальше не надо Я отпускаю левую педаль Убираю чуть газ Правой ногой Нажимаю тормоз Теперь мне нужно Сдать назад При этом я Никак не меняю Положение Вот этого вот рычага Потому что это ручник Он же нейтраль Он остается так А все что я для этого Делаю Это левой ногой Нажимаю другую педаль Которая посередине И на ней нарисована Буква R Это значит Реверс Точно так же Я нажимаю Теперь реверс И поддаю газ И мы Удивительным образом Сейчас поедем назад И это так же Надо держать Постоянно Это Это не очевидно Господа То есть вот Постоянно реверс Ооооо Как его петляет Отпустили реверс У нас получилась нейтраль Теперь снова нажали Кранк Вперед Благо под горку И поддали газку Чуть поменьше Поменьше? Понял То есть это его нормальные обороты На таких лучше всегда и держаться Да? Ха-ха-ха Слушайте Когда это начинает получаться Мне кажется Что вроде даже Как бы и легко Но очень непривычно То есть Вперед и назад Это разные педали Вы представляете? Так А тормоз Это правая нога Сейчас я его даже нажимаю Шикарно Под горку Я думаю Мы покатимся на холостых У нас все в порядке Ничего себе скорость Здесь поддаем газку И зажимаем педаль вперед Хорошо Я не готов к скорости 50 км в час Честно я вам хочу сказать Может конечно есть люди Которые сразу хотят На нем погонять Ну максимальная Скорость Которую объемил Генри Это 80 км в час А вам сколько Удавалось? Ну я думаю Кл. 60 км Я пробовал Удали 50 Ну это Нужна идеально ровная дорога Вот сбрасывает газ Так сбросил газ Отпустил И нажал тормоз При этом Вы говорили Что нельзя Одновременно нажимать Педаль Которая отвечает Или кранг Или реверс И брейк Потому что все разлетится Да, потому что В одну сторону будет работать Один барабан В другой И ленты тормозные Сорвутся С ледных Маленьких Тоненьких Закрепочек То есть в любой Непонятной ситуации Первым делом Бросить левую ногу Безусловно И даже если я чуть Допустим Не заблел Вот эту Очередность А все-таки Первично нажал тормоз А потом бросил левую Скорее всего Что-то уже пойдет Не по плану Но есть Есть и вдруг Вместо тормоза Нечаянно Нажмем Реверс Реверс Так Произойдет веселая вещь Он с какой скоростью Ехал вперед Он с той же скоростью Попрет назад И руль будет уже не удержан И если не срежет Еще при этом Ничего от удара Да Он летит туда-то назад Ничего не срежет Такая под Это страшно Вы, наверное, не знаете Такой штуки Это подзимний дрифт Так молодые говорят Да Есть такие ролики В интернете Но дело в том Что он скорость Не изменит Да То есть я понимаю Это моментально Дых с ударом Моментально И назад При этом выдержит коленвал Выдержит первичные Вторичные валы Да-да-да Все это дело выдержит Но куда ты улетишь Нет, ну богу известно Потому что руль отдает Как бы почувствует Да Он чувствует Болейшую яку То есть тут Вообще Ни Аккермана Как такового нет Ни развала Ни схождения Все что-то вот там Ни развал схождения Все равно есть Ну какой-то Ну он ориентировочно Ну вот она Вся машинка Там пружинка стоит Которая якобы Должна чего-то Темпфировать Ага Но она ничего не знает Можно еще чуть прокатиться А? Давайте чуть-чуть Давайте Ну вот меньше чем сейчас Вот туда Там развернемся И сюда И эта горка Ему нормально? Ну попробуем Попробуем давайте Просто действительно Очень интересно Так Надо отпустить То есть я сейчас держу тормоз Мне сейчас нельзя Нажимать вперед Да Сейчас Почему То есть даже Нет Допустим Если я стою на горке Одновременно Педали тормоза И вперед Нажимать нельзя Как мне тронуться в горку? В горку То так же Как на современном автомобиле Во-первых Вы можете с ручником Ручник Это я могу Это вы можете Но когда я вытащу ручник Вы же когда в мосту стоите На небольшом уплоне На мануальной коробке передач Вы же не пользуетесь ручником Когда как Любой автомобиль Он имеет некое время именции Когда в принципе С некоторым опытом Вы успеваете Все это сделают Но главное Что по-прежнему Две педали мне держать Я не могу с тормоза тронуться Да Да Нежелательно Я не могу тронуться с тормоза А когда я выдергиваю ручник У меня включается нейтраль Не будем трогаться в горку сегодня Я все понял У меня есть решение Это и проблема Как тянет правую ногу Нажать все время Потому что там же газ Это интуитивно Сложно Сложно Очень нужно много играть газом И он на руке Это так непривычно Так Тормоз права И как страшно Все это перепутать Иначе что-то же может произойти Естественно зеркал нет Ничего не видно Тормоз Хорошо Попали Нет, не попали Надо еще добавить Все, отпустили Теперь педаль вперед Газку чуть-чуть Есть Теперь газок отпустить Теперь газок добавить Давайте не Фордик 22 лошади Да, это интересно Это определенно интересно Вы знаете Тормоз давим Да-да-да Потому что ноги выжимают Мотор сразу уходит вверх И для него это очень Как я понимаю Неприятно Да Так Это мы поставили Вот сюда Все Теперь это у нас ручник Это ручник Ну это очень необычно Спасибо вам огромное Просто очень понравилось Спасибо Это конечно Ну скажем так В современном городе Это нереально Нереально Абсолютно Просто нереально Какой бы профи не был Столько может возникнуть ситуации Плюс тормоза Как я понимаю У нас тоже весьма номинальные И когда мы их жмем Это мы здесь останавливаемся А в городе мы можем Я думаю не Генри Придумал эту поговорку Что тормоза придумали Но все-таки Генри Ее поставил Видимо Однако шутник Он был веселый Вы заметили Что у него есть вибрация Незначительная Вот Но все-таки есть вибрация Она мне кажется Отсюда у меня Снизу идет откуда-то Вибрация Вот когда жаловались Хозяева Приобретшие форда Что у него вибрирует кузов Так Он в газете написал Что легкая вибрация На водительском сидении Благотворно влияет на простату Это именно Генри Шутеечки про играющий зад Уже тогда пошли От Генри Это все Это он сделал из нас чудовища Благодаря ему Пошляки Отличный автомобиль Очень понравился А действительно Ведь так же не вылезти Слушайте Вот действительно У нас есть эта дверь И вот при Моих вот этих Ногах Спичках То есть Если я хочу Отсюда вылезти Это мне Это крайне неудобно Надо сделать Вот так Это вы еще не затянули Как следует тормоз А так бы вообще А он еще сюда Рычаг встанет И мешает соответственно Этот угол А дверь длиннее было Сделать ему невозможно Потому что Это жесткость Жесткость кузова Согласен Вычеркиваю Из списка покупок Но очень нравится Хорошо что есть у вас Спасибо за субтитры Поскольку автомобилю 95 лет Много на нем Реально не поездить Потому что Если мы сейчас поедем Много После нас уже Больше никто не поедет Не может такая техника Ездить бесконечно долго А у нее еще В графике напоминает съемки Потому что Как я и говорил в начале Она до сих пор работает 95 лет человеку На пенсию Никто не отправляет Ему бы в пенсионный фонд Честно говоря Вот из-за таких Как он Пенсионный возраст И повышает Потому что В 95 лет Этот старичок Реально до сих пор молотит И скоро у него будет Какая по счету Кинолента 21 кинолента Очко практически Простите Получается Выпадет ему очень скоро Это действительно потрясающе Более того Поскольку мы не можем Так сказать Много и качественно На нем проездить Но на него можно посмотреть Любое желающее Потому что все это Находится в главном здании Ленфильма Есть целая экспозиция Где есть общественное пространство Даже есть музей Кинотеатр Куда вы можете прийти И посмотреть на эту самую машину Вот я ее потрогал Вам потрогать я не гарантирую Что дадут Прямо Но посмотреть на нее Так же можно Плюс он там еще не один Как я понимаю Там еще целый Прямо гараж Более того Если вам хочется узнать Больше информации Про эту машину Из-за авторитетных уст С людьми Кто действительно с ней общается Живет И расскажет про нее Абсолютно все Есть даже целый канал На ютубе Куда можно зайти И посмотреть И как знать Будет же обзор Говорят что обзор будет Но если мы сказали будет Значит уже надо поддерживать Нашу инициативу И видимо скоро он там выйдет Потрясающий автомобиль Который совершенно вырывается Из логики современного автолюбителя Но тем не менее Существует в ней уже Девяносто пять лет А с момента Если мы говорим Начало выпуска Это девятьсот восьмой То Так я себя забыл Калькулятор Короче более ста Давай так скажем Да все нормально Сто двенадцать получается Правильно Я красавчик Сто двенадцать лет Со дня первого выпуска Вот первых самых образцов Форд АТ Это потрясающе господа Честно говоря Мне очень понравилось Я проехал совсем немножко Но это было безусловно Очень интересно Он находится в идеальном состоянии На мой взгляд Потому что когда рассматриваешь Ретро тачки Редко когда ты не можешь Ни до чего В этой машине докопаться Здесь нет колхоза Здесь нет ржавчины Бензин капает только с одного места Оттуда откуда и должен Где он есть И с ним все в полном порядке Потрясающая тачка В потрясающем сохране Спасибо вам за это огромное В первую очередь Потому что без вас Наверное бы ничего не получилось Сами купили Сами чините Сами вот сейчас будете людей катать Ну Это на самом деле ребята Очень круто Это история не только машины Но и человека Который ее поддерживает В этом состоянии И который идет с ней По этой жизни Спасибо вам огромное Что смотрели это видео Потрясающая возможность Еще раз спасибо Ленфильму За то что предоставили этот автомобиль За то что я могу Поездить На живом Ford T В реально живых условиях В этом мире Это возможно только Наверное актерам Всяким вот этим вот Знаменитостям Ограничивать Даже не каждому актеру Говорят дают Ну Актер из меня честно говоря Так себе Но спасибо что позволили Огромное вам все спасибо Что смотрели это видео Еще раз напоминаю Что все ссылки На этот автомобиль На канал На экспозицию Ленфильма Вся подробная информация Будет в описании Под этим видео Пока А можно еще раз А можно еще раз Вот Сейчас будет И вот теперь От винта Ребята Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok